Во-первых, я думаю, что надо увеличить штрафы за особо грубые нарушения, такие как выезд на встречную полосу, также скоростной режим, увеличить штрафы до размеров таких, чтобы человек, оплатив один раз, он уже в следующий раз не захотел нарушать. Во-вторых, патрульная милиция работает немножко слабо, надо усилить контроль работы патрульной милиции, ну и, естественно, дать им возможность, допустим, при увеличении штрафов, допустим, когда наказывается водитель, оформляется протокол, чтобы штраф наложенный, допустим, в кухнем размере, чтобы, допустим, процентов 30 этому инспектору было как набавка, тогда они будут работать эффективнее. Также нужно, я думаю, чтобы ответственность была у пешеходов, не только у водителей, у пешеходов. Если раньше в советское время наказывали пешеходов, то сейчас пешеходы у нас ходят, где хотят. Поэтому надо усилить тоже контроль над пешеходами и наказывать. Первый, потому что мы хотим сплошить празднование, что мы хотим сплошить училить, которые мы хотим перестать. Первый, когда мы проводили, то есть у нас есть лодка. не будет продолжать. Авин, что делать? Прощутные посты, мы не можем выйти в кухне. Конечно, в бывшие военных, Мы, когда мы разберемся, все работы у нас есть лодка. А вот, чтобы мы, что мы�али пешеходы. Это все, что мы хотим. Которые нарушают правила и нарушают многие все равно. Особенно сами сотрудники основные у нас. Сколько мы были жесточайшие штрафы, и чтобы органы ГАИД работали исправно и наказывали, невзирая на личность, за нарушение ПДД любых. На дорогу должны быть так все равно, и водитель, и пешеход. Если пешеход нарушает движение, он тоже должен быть оттрафован. Если у него нет денег, то, как во всем цивилизованном мире, пусть отрабатывает на общественных работах. Три часа или сколько, это должен суд выносить. А так мы никогда не победим этот, и будут у нас летальные исходы все больше и больше. Потому что машины прибывают не знаю откуда, как и выпустят дождя. Весь город Бишкек переполнен автомашинами различных марок, и все едут один шустрее другого. Все стали такими крутыми, и никто не соблюдает ни одно предложение. ПДД. Вот, поэтому надо жестокие штрафы, только тогда мы сможем победить. Если нет денег, автомашину надо и снимать, и ставить оплату автостоярку, пока не будут уплачены вот эти все штрафы. Вот тогда мы сможем. А так ничего, никакие меры не добьются. И должны соблюдать ПДД все без исключения, начиная от головы, так сказать, от самого начальника ДРТС и ВС по городу Бишкек до самого первого человека, кто ездит на Запорожье. ПДД. 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 ПДД.